Продолжаем проходить, Сталкер Тень Чернобыля с игроус мод. Итак, я остановился на том, что начал, как обычно, отбирать всякие тела, и обнаружил, что у меня не хватает места в инвентаре, так что пришлось его еще немножко расширить, чтобы все мои жадные амбиции поместились внутрь. В кого там стреляет? А, ну разумеется, в стену, стоило догадаться. Куда же еще эти идиоты могут стрелять? Туда, в это великое место. Самое важное и интересное в игре, не так ли? Так, псевдогигант, ух ты, круто, еще один. Повсюду они, смотрю, уже располагаются пачками. Кстати, обратите внимание, что человек, кажется, лиский, так ли? Ой, фу, ты серый, то есть. Так, я сначала показал, что он стреляет из автоматического пистолета, но нет. Кажется, такой пистолет я только что сам получил. Сейчас обобрал бандитов, которые лежали здесь рядом где-то. Сейчас только надо его найти, где он там был. Понятное дело, что автоматический пистолет это гораздо лучше, он уделывает абсолютно все подобные пистолеты, однозначно. Так, найти бы его еще только, где я его видел. А, вот он, автокольт. Да, калибром автоматической системы ведения огня. Да, является автоматическим оружием. Ну, возьмем то, что поцелее. Вот этот, например. 20 патронов. Ну, как видите, мы получили еще один прекрасный пулеметик, так сказать. Ну, или пистолет-пулемет, если быть точнее. То есть, еще одна читерская халява, которой быть, по идее, не должно. Нет, конечно, есть в Сталкере Зов Припяти улучшения, позволяющие сделать из оружия, как раз таки, автоматическую... Ой, пистолет-пулемет, короче говоря. Ну, там у патронов у них довольно мало, в общем-то. И характеристики тоже слабенькие. А теперь мы получили практически еще доебовую пушку, которая легко заменит нам автомат при необходимости. И все остальные пистолеты теперь, неизвисимо от их мощности и калибра, теперь уже становятся просто не нужны. Становятся просто не нужны. Део-моё, что же мне такое-то с языком? Вроде бы и могу произносить слова нормально. Но так плохо это получается, как бы я не старался. Еще и подавлять кашель довольно тяжело, конечно же. Так. Еще один псевдогигант, который теперь тупит уже в трактор. Нет, уже не тупит. Черт. Ну, надеюсь, я привлек его внимание, чтобы он понял, что я как бы сейчас должен его завалить, если что. Ой. Ааа, бежим, 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 бежим. Блин. Ай. О, мне повезло, одна граната улетела куда-то хрезаная, откуда, как обычно. Я вообще не пойму, в чем прикол. Почему эти гранаты как кузнечики скачут? Что это вообще такое за полет такой странный? Ммм, да, звездец граната отлетела в итоге от земли обратно мне в тело. Ну-ка, испытаем наш пистолет-пулемет. О, видите-ка, такая крутая вещь, однако. Несмотря на свой слабый калибр. Глаз гиганта. Считай. Глаз гиганта считается отличным трофеем. Поскольку все сталкеры прекрасно знают, что убить эту тварь размером с дом практически не выможно. И те сталкеры, которым когда-то посчастливилось прикончить падлу, получают признание среди остальных сталкеров. Ну а торговцы приветствуют такие товары, у них наверняка найдется, наверняка найдется необходимая сумма. То есть это тоже автор мода писал эти тексты, получается, да? Странно. Вроде выглядит довольно официальным текстом. Ну, читается, по крайней мере. Так, что я вообще за хрень взял? Это не мой автомат. Это вообще опять калаш какой-то. О, блин. Сейчас я буду снова искать среди всего этого дерьма мою пушку. Куда она мне-то могла подеваться? Так, которая это из них? Ищем, ищем, порно ищем. Да, вот она одна из них. АК-78. Так. Какой из них поцелее? Ах, да, точно. То, что с подствольником. Вот другое дело. Тайники, как обычно, сыпятся, как грибы после дождя. Так. Так что есть смысл по ним пошариться еще немножко. Ну так просто, подемонстрировать, что здесь еще больше есть халявы. Еще больше, еще больше, еще больше. Конечно, без читов на вес было бы не так легко это все собирать. Но все-таки. Так, еще раз. Ну, видите, отличная вещь. Просто шикарная. Правда, пока что я еще ни разу... А, вот. Первое копыто кабана оторвал. Копыто кабана используется ученными для изготовления ряда лекарств. Ладно, допустим. Хрень знает, как они делают из копыт антирадиционную сыворотку. Ну, до кого волнуют эти подробности? Главное ведь само описание, не так ли? Так. логику мы здесь не приветствуем так ой нет 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 я пока что не хочу сдавать себя аномалии кстати да что интересно когда подходишь к на малина тебя начинает затягивать от тебя отлетают какие-то красный клуб класс класс классные клочки вот как будто бы себя кровище высасывается или что это такое странно довольно жутковатое зрелище кстати говоря так там труп лежит какой-то кого это уже успели здесь оприходовать без меня что за красавчик такой лежит тимка жмот с одним винтиком но не понятно что жмот из лекарствами был бы он чуть более щедрый наверняка мог бы почаще тратить деньги на полезное снаряжение кстати да как обычно можно взять и спокойно выскочить за пределы локации при желании ну да куда-нибудь так сюда за текстурки убежать правда к сожалению не везде это позволит тебе сделать без наказа так сказать куда ладно ура можно еще шлепаться с высоты тысяч нет шлепаться бесполезно к сожалению ну я жады так что я сэкономлю я жадный так что я сэкономлю на трате лишние аптечки так сказать хоть конечно мне без того их до конца игры без проблем хватит но все-таки кстати да не забываем по команду дему рекорд один просто для интереса полетать посмотреть на то как все это смотрится смотрится с высоты птичьего полета все наши старые добрые локации и так далее так тут у вас может еще какие-нибудь артефакты лежат которых я которые я не видел в общем отличная конечно вещь жаль только что камера все равно или летает свободно отделяется нашего персонажа и поэтому мы не можем видеть все что находится за пределами ее обзора ухты какой-то страшный текстурный труп здесь лежит который никого разумеется не волнует жуткое жуткое зрелище конечно общение текстурный труп и самая криповая вещь во всей этой серии игр просто смотрите какие они страшные изуродованные кровавые реально ведь крови во всей игре так и практически нету как крохотные клочки отлетают от противников когда когда-то по ним стреляешь а здесь иногда находишь такие страшные экземпляры изуродованы залитые кровью и так далее да быстро же карта обрывается конечно даже отсюда можно увидеть то что она ведет в никуда как видите то есть дальше просто пропасть пустая и бессмысленная а здесь находится тайник стрелка тоже защищенный пси-аномалии в этот раз ну не знаю что в нем лежит конечно это очень сложно его найти нужно собрать с тела сталкера ветерана или мастера кажется что довольно сложно сделать то что их сталкеров мало так тот же темный лес и кстати говоря здесь есть такая в этом лесу поляночка интересная вот это самое до нее не каждый раз добираешься конечно если же здесь лежит куча текстурных трупов все те же самые страшные изуродованные и кровавые да что здесь произошло неизвестно сталкеров нанизала даже на деревья это абсолютно непонятно что же тут такое было так то ли это аномалия постаралась то ли мутанты то ли и сами себя перестреляли ради этого кейса в котором лежит пара битиков наверняка надо туда сходить кстати говоря забрать пару бинтиков такс но сначала ковш такс такс так болен такс это не лучше чем ладно надо отучаться от всех слов паразитов если мне нечего сказать надо ничего не говорить было бы это так легко конечно я бы не занимался летсплеями но к сожалению мне нужно говорить просто поймите это что мне нужно выговариваться потому что я человек сам по себе одинокий и нелюдимый поэтому я все время сижу у себя в квартире исключая выхода на работу в магазин и так далее и практически искренне разговариваю голосом поэтому вся моя болтовня это просто выплеск всего того что я не выговариваю во время в общем-то своей тихой и скромной жизни ну вот так вот я оправдываюсь короче говоря ну-ка может пару глазиков оторвать удастся их но тоже нужно бармену принести будет по квестам сюда есть один глазик отлично и опять таки отношения друг противника нашего кто только что мог бы нас разорвать при желании так еще халявы еще крутые патроны блин с ними уже делать нечего с этими патрончиками хоть жопой жуй как говорится ой кого-то разорвало красиво с хрустом аппетитненько так так сказать кстати можно заранее изучать вот такие вот местности не лезть сразу же наверх в гору искать артефакты с как раз таки слетать туда находясь рядом с горой ведь я так понимаю что обзор достаточный чтобы я мог увидеть артефакты да 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 увидеть артефакты заранее не поднимаясь на гору вот собственно я вижу один здесь он лежит радиация сильно там нас нам затуманивает зрение поэтому довольно тяжело осматриваться здесь есть смысл сразу заранее это делать вот пожалуйста один артефакт здесь имеется можно слетать наверх за ним точнее сбегать так куда же денусь там еще тайник 8 бинтов против радиации я не знаю как бинты бинты помогают против радиации это еще одна из какого-то места хрена тень так артефакт артефакт есть артефакт идет еще один тайник был здесь недалеко той же кучи кажется нет 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 пожалуйста я буду себя хорошо вести только отпустите меня а собака да уж иногда не хватает скорости чтобы вырваться из таких аномалий единственный способ выжить это просто как я уже говорил не раз использовать быстрые сохранения тогда когда это нужно так они рандомны кроме это обычно получается но еще правильнее просто не тупить довольно легко сделать довольно сложно сделать когда ты постоянно бегаешь среди всего этого хлама и пытаешься просто сбежать сбежать от всего ура ты вещь о видимо я почему-то не могу разбиваться от падений с высоты наверно тоже автор мод отрепортировал катушка слишком халявно это получается так еще что бутылку сожрать теперь еще не тайник появился на запас в ящике там и в лесу там все еще лежит тот же самый тайник и вон там еще бандиты которых мне нужно было убить по зданию сидоровича ой в общем да так то вроде бы и нужно двигаться куда-то к цели ближе что ли но когда вокруг столько тайников ништяков и прочего просто в лоб это все упускать кстати да можно использовать пистолет теперь для раскрывания ящиков для раскрывания так ну ка еще разок есть наверху нет ничего что я мог упустить и не заметить в этом месте ага есть еще один тайничок и еще один артефактик ну-ка и все вроде бы ну как я и сказал довольно странный холмы конечно по идее это и должны быть кучи мусора они просто земляные холмы сводкнуты в него мусором как-то странно странно выглядит как будто люди специально выбирали места повыше чтобы в них натолкать всякой дряни и нет может быть так она есть в реальности я не видел реальных фотографий чернобыля и окружающие местности так что может это я туплю так ну ничего страшного чё опять кто-то с кем-то стреляется там я смотрю так где 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 был артефакт я уже забыл честно говоря где я вот только что видел он был там или здесь или не здесь или он был где-нибудь тут а туточки вот он отлично сваливаем сваливаем мне же все в глазах двоится а куда-то даже повреждение моего бесценного тела ну-ка опа я смотрю как обычно начинается развлекаловка со спауном всякого хлама ну хлама в смысле человеческого хлама в этот раз так ничего интересного нет давайте дебилы воюйте все я слышал на перестрелка идет значит на спаунились бандитики конечно вон они минус один минус два фраера и еще один в кустах стоит и пялиться непонятно куда ну ладно это конечно забавно что не все постоянно спауниться у нас есть возможность набирать их больше хлама но блин я уже скоро перегружусь и и даже с собой с таким редактированием параметров и конфигураций тэкс я просто не хватит место собирать всюду и все дохуй и о которой все на них на не использую и могу просто продать за копеечки но я жадный что поделать так еще 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 вкусностей еще тайники еще раз соберем те же самые вещи которые мы уже собирали ой почему бы и нет так если что сразу покучивайте там серии до 30 когда я уже закончу развлекаться и начну проходить сюжетку так что то у вас происходит интересного опять тоже самый тайник заспаунился который только что забрал даже такой-то с ним кстати да вот видите я говорил как раз про это все равно все патроны падаются сверху если они там остались после перезахода на локацию так что все равно можно все забрать чего кого-то уже завалить успели и он был дохлым да то что он был дохлым уже ну-ка спасать надо спасать положение а то наши кредины ничего не смогут сделать так м это он типа так лежит что ли странно ну ладно разбросимся по-быстрому хадыш засрал весь вертолет свои кровищи свинья блин а что за люди такие так отлично еще еще вещи и там вещи и тут вещи все закончились что ли нет не закончились там еще нас спавнились ой 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 стены реакция граната пацаны в полетели все кишочки в разные стороны ой я обожаю подобных играх просто переигрывать ради всех этих вот забавных как говорится бедловатым языком лулзов да и заодно заново собирать еще раз и еще раз все те же самые тайники почему бы и нет здесь никого нету что ли странно я думал на спавнице заново кстати говоря да в опциях этого мода есть затмение и я вспомнил что затмение это не только ненужный визуальный эффект но еще и так вот еще и вещи остались которые я не взял с кпк шиной но еще и способ заново заспаунить артефакты которые появляются после затмения то есть можно еще больше было бабла собрать с местности если этим пользоваться но естественно я уже просто задолбаюсь обжираться таким количеством ништяков мне без того надо было задание сдавать сидоровичу и так далее мне просто в лом бежать назад на предыдущую локацию я хочу это сделать когда уже вернусь из темной долины но пока я буду так долго бегать туда-сюда я определенно еще не скоро туда отправлюсь эти в самой темной долине придется искать гору вещей ну в общем скучать мне точно здесь не приходится каждый раз новые приключения новые вещи новая халява естественно с каждым модом я тоже могу получить новую порцию и новых ощущений так сказать и той же самой игры ну к сожалению это было бы в идеале если бы оно было так но по большей части мода довольно унылая вещь поэтому так от них удовольствия как такового и не получаешь а блин 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 я вспомнил то самое место то самое место с этими долбанными консервами которые меня убивают да но вот кто-то кто догадался конечно сделать такой хитрый тайничок бросить все под аномалию чтобы такие идиоты как я сломя голову бросались туда забрать ништяк и дохли становясь еще одним мешком хабара для того кто установил такую ловушку хитрую правда он сам все но никогда не вернется поэтому может быть это не была ловушка а просто какой-то смертник так бросил куда попало вещи ну и фиг с ними ладно обзаведусь костюмом с психи защитой попробую их забрать потом или не попробую одних толку никакого нету папа а вот и снорки заспаунились хризная как зачем здесь они появились ну-ка ноль реакции я понимаю конечно что я не самая приятная личность но не настолько же ой ё так а вот это уже серьезнее фух сюрприз блин конечно ничего не скажешь взяли так и пачку химер нам допустили на меня отношения друг естественно ну как же без этого то разумеется не все друзья и это были просто дружеские обнимашки которые я неправильно понял прямо как в какой нибудь андертейл ну ладно допустим что я неправильно понял я же человек в конце концов а все люди они так или иначе в этом плане весьма глупы рука и в этом кейсе как я и говорил пара птичек всяких почвы дерьма окруженная всеми этими страшными жуткими трупами да уж странное место и жутковатое но опять таки пространства просто не хватает вот этот лес можно было бы сделать жутким если бы он был более густой и больше по размеру вообще в целом но ничего подобного здесь нету к сожалению так что приходится обломиться так стоп надо убить двух бандитов которые там вымогают дань из туристов которых сидорович водит сюда зачем водить туристов в эту задницу даже не знаю а вернее да 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 я вспомнил там и находится такой оазис как видите по карте такие такой вся серая выцветшая местность и там впереди зеленая красивая лужайка с зелеными деревьями да этот оазис захватили вонючий бандюганы ну хорошо тупо сидорович догадался бросить одну гранатку чтобы просто решить всю эту проблему легко и быстро ой ну ладно почему-то град гранаты в этом моде летят невероятно далеко гораздо дальше чем я кидаю что конечно глупо и нелогично но что поделать так тут еще лежит вывертый еще один тайник который не работает жаль может теперь заработает нет группировки еще раз обновились кстати говоря да есть смысл зачастую залезать сюда во все эти энциклопедии надежды найти найти здесь что нибудь особенное сверх пистолета автокольт вот видите даже сам автор написал что это имбовая вещь сверх пистолеты да все остальное не нужно есть только сверх пистолеты так все остальное это ненужный хлам локации животные и мутанты история зоны артефакты аномалии обучение ничего особенного в общем в воде как и нету затмение да 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 начиная активность существ который отключил рождение артефакта после выброса из от или затмения ну и то и другое отключил потому что мне это в принципе не нужно все равно в этой игре и этого всего официально нету ни выбросов ни затмений так что обойдемся будем хотя бы немножко приближены к реальности так сказать так стоп может еще и сюда надо сбегать заодно вернее слетать это последняя куча куча которую я еще не осматривал может быть здесь тоже есть артефакты так артефакты бабло есть нет вроде бы нету ничего хотя да 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 вот он спряталась с прямо сам маленький артефактик так и все вроде бы ну да и хрен с ним туда лезть сейчас только себе дороже нажраться радиации ради этого дешевого ненужного артефакта интересно если я себя оставлю в таком месте рядом с врагами и полечу себе осматривать локацию меня могут застрелить или нет даже не знаю и может быть внимание приковано именно камере но это маловероятно если бы было так тогда я смог бы ой увеличивает дали свои прорисовки увеличивает дали с прорисовки объектов таким путем отлетает своего тела подальше ну-ка не знаю к чему ты вообще сказал идиот хренов стоп как хитро однако запихать было артефакт тайник именно сюда ага нифига там ништяков было так было до сплыва как говорится так никто 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 из сталкеров кстати говоря не рискует лезть наверх на кучу все только в самой низине прячут свои бессмысленные ништяки но это естественно мне только на руку так в оригинале как раз таки никакой реакции нет у долговц у долговцев даже если я всех убивают в одиночке в одиночку отлично мечтан это действительно нам сильно помог так вот хорошо перемочил всех было бы конечно правильнее напустить как раз таки кабанов на заставу долговцев в надежды что кабаны их всех перемочат и я соберу еще больше ништяков с трупов ну да ладно не надо же быть такой сволочью уже в конце концов так ухты штумовая версия автомата а к 78 точности повреждения вообще полна задница смысле в хорошую сторону задница так еще вещи отлично я прям поражаюсь всем этим сталкерам мутантам и прочим идиотам столько жратвы повсюду валяется столько патронов аптечек пожалуйста гуляйте собирайте все что угодно нет и незачем то воюют друг с другом бессмысленные идиоты ой 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 как страшно ну и что что у него экзоскелет у меня тоже есть гпшка между прочим и говорить у них может говорить и можно даже тыкаем в лицо пистолетом ой и вообще не понимаю почему вы кого из скелетников такие страшные сморченные глазищи может это типа бликует так но в самом деле ты что за халтура такая это не глаза просто ой глупая лепешка на маске жесть хватит придираться еще больше халявных патронов но почему бы и нет так халявы много не бывает особенно для меня Там ещё где-то халява валяется. Ещё халявные патроны и пистолеты. Ой, блин. Да уж, эта игра с этим модом просто мечта для меня, любителя клептомании. Так. Я не тратизовал гиганты и пришёл к тебе за вознаграждением, сказал я. Да я так и понял, держи своё вознаграждение, ты его по праву заслужил. Блин, было бы так всё в реальности. Пришёл так я к своему начальнику и сказал, я сегодня перевёл старушку через дорогу. Ой, молодец, вот тебе 50 тысяч рублей. Не знаю, к чему ты сказал вообще, ну ладно. Артефакт есть на продажу. Если хочешь, можешь приобрести. Ладно, купим. Но ты говорил, что продаж за 10. Да, было дело. Ну ладно. Лунный свет. Это выгоднее или нет, интересно. Ну ладно. Я слышу, что ты занимаешься установками ПНВ. Ну-ка, какие у тебя там тарифы есть интересные. Ставь хороший за 30 тысяч. Не, я обойдусь. Ну нафиг. Так, найди КП-25 костёр. Отлично. Забирай. Что ещё есть интересного? Артефакт бабушкиной бусы. Блин, плохая идея давать такой хороший артефакт. Ну хрен с ним. Пускай жрёт. Зато я получаю душу, кучу бабла. Отличное. Отличное. Какое-то там оружие хорошее. Пистолет, кажется. Ещё один тайник. Клёво. Ну-ка. 4 тысячи рублей. Ладно, так уж и быть. Вообще, зря я, конечно, не покупал все эти схроны. В принципе, почему бы и нет. Так. 4 тысячи рублей. 4 тысячи рублей. Хотя, с другой стороны, ну их нафиг. 4 тысячи рублей платишь каждый раз для того, чтобы получить тайники, которые ты и так уже неоднократно собирал, скорее всего. А если и нет, то и фиг с ними. Так. Бабла мне и так, в принципе, хватает. Лишил себя только уникального артефакта, блин. С хорошей пулестойкостью. Ну ничего. Мы ещё таких соберём пачку. Наверное. Может быть. Не знаю. Халявы здесь, конечно, много. Но до неё ещё нужно дожить. До самого вкусного. Я так заранее проспойлеру. Самое вкусное будет на янтаре. Да. То есть не в конце игры самому, а всё-таки немножко пораньше, к счастью. Так что мы ещё успеем поиграть. Не то, что в Рэмбоу, а уже просто в Бога практически. Только... Ммм... Который... Только в Бога, который ходит на двух ногах зачем-то. И пользуется идиотским автоматиком. Вместо того, чтобы карать всех одним пальчиком. Как выиграть, типа, Dead Space 2. Ну-ка. Ещё халява. Как можно было... Как можно было вообще сдохнуть с автоматом в инвентаре? То есть он специально шёл безоружным, в надежде, что его сожрут. Или типа того. Ну, в общем, лучше не знать, конечно. Погода опять испортилась теперь, блин. Я только-только успел обрадоваться ей. Ну-ка, кто там ходит такой крутой солдатик. Ну-ка. Проходи, не задерживайся, сказали мне, издалека. Хотя я ещё на 50 метров не подошёл к блокпосту. Какие, однако, дальновидные долговцы. Ну-ка. Передставой была бойня. Ну-ка. Наше оружие нефиктивно против них. Нужно достать РПГ. РПГ у меня, конечно, уже есть. Так. Я нашёл гранатомёт. Да, забирай. За гранатомётом я получил огромный мозг. Нифига себе. То-то же мне мозгов не хватало. Теперь они у меня есть. Супер. Так, ладно. Зачистить логово собак. Давайте-ка посмотрим, что такое большой мозг. Фиолетовый кристалл. Это не то. Так, большой мозг, большой мозг, большой мозг. Вот он. Выносность плюс 91, телепатия плюс 100%. Вот нифига себе. То ничего не было, то сразу максимальная защита от телепатии. Спасибо, автор. Спасибо тебе за такой бессмысленный, бездумный бред. Ну, ладно, ладно. Нечего ныть. Это всё равно вкусно и приятно. Мужик, держись, ты сможешь, ты сможешь, ты победишь. Ты настоящий герой. Нет, ты лошара, который просто поделится со мной вещами. Спасибо, чувак, спасибо. Я люблю таких щедрых людей. Такс. Чё с там ещё такое бегает наглое? Всё, что ли? Да, это было легко. Убей полторы собаки и получить достойную награду за это. Не говоря уж про большой мозг. Большой мозг это вообще жесть. Ну-ка. Янтарь радиоактивный запорожец. Ничего себе. Недалековато ли, конечно? Так, ну ладно. Всё, вроде как. Монорганисты прибыли на новую локацию. Так, вырубни эту хрень. Меня бесит вся эта музыка. Она мешает мне засорять эфир своими бессмысленными словами. Ну, теперь нас ожидает в очередной раз исследование новой локации. Ну, в новой смысле. Для этого прохождения. Ладно, ладно, заткнитесь. Стоп. Почему они смотрят в другую сторону вообще куда-то? Стоп, это FNF 2000? Ни хрена себе, какая классная вещь. И всё равно они смотрят в другую сторону. Может быть я такой здоровенный, что у меня плечо вылезает аж сюда? Или голова? Или всё, тело вылезает аж в сторону, что они так упрямо отказываются смотреть на меня? Ну-ка. Нет, они просто, судя по всему, упоротые в край. Видите, глаза в разные стороны смотрят. Всё понятно с ними, с этими засранцами. Ну что ж, сладненько. Кажется, пока что стоит ещё раз остановиться и подождать, прежде чем идти и исследовать новую локацию здесь. Немного отдохнём, подсобираем вещи и приготовимся к тому, чтобы всё это дело сбакивать в баре. Ох, для этого ещё нужно дожить, конечно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»